Ну что, ребят, это у нас Ulefone Power. Давайте посмотрим, как он справится с асфальтом восьмым. Максимальная громкость. Видим, что есть фризы. Как бы играть можно, но фризы есть. А всё из-за того, что здесь высокое разрешение. И телефон стремится поддержать это разрешение. Да, как видите, с восьмым асфальтом он особо не справляется. Назад. О, вот это первый раз у меня было. Обалдеть, какая авария. Печально, конечно, но игра, которая действительно достаточно мощная, и на ней есть смысл тестировать устройство на производительность. Как видим, просадка такая, достаточно существенная. Где-то в районе... Сейчас мы получаем где-то в районе 15 фпс. Может быть, до 20 максимум. Потому что аппарат, кстати, греется. Вот так. Не сильно, но греется. Сейчас попробуем занять хотя бы третье место. Ух. Так, поднажмём. Да что ж такое. Прогреется в районе камеры. В районе верхней части самого смартфона. Ну, конечно, неиграбельно. Это 100%. То есть играть невозможно. Комфортно. Может быть так, если в качестве подурачиться. Я не знаю, можно ли как-то понизить качество графики в этой игре. Я в этом не силён. Но на данный момент игра, мы видим, что особенно в эпик-моментах, в экшн-моментах, она неиграбельная. Специально записываю это видео в 60 кадров в секунду. Чтобы видно было все фризы. О, особенно вот когда на ускорении, то это всё видно. Ну, видно, что да, ни о чём. То есть этот смартфон не для игр. Я имею в виду сейчас мощные игры. Пятый. Не для мощных игр. То есть, понятно, основные игры с Google Play он потянет. Там какие-то 85% игр он потянет. А вот такие вот динамичные гонки, там, всякие там танки и тому подобное, это не для него. Вот такой вот вердикт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!